Несмотря на раннее утро О героизме словацких патриотов, участников антифашистского сопротивления, участников словацкого национального восстания Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами И является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине 20 века, никогда не должна повториться Офицер почетного караула подходит к вечному огню и зажигает факел Торжественный момент, который одновременно наполнен скорбью Скорбью от тех, кто так и не вернулся домой с поля битвы Под звуки военного оркестра частицу вечного огня передают словацким байкерам Еще мгновение и пламя вспыхивает в колбе, специально установленной на одном из мотоциклов Более полутора тысяч километров Это расстояние от Москвы до Братиславы предстоит преодолеть словацким байкерам Именно они стали инициаторами переноса частицы вечного огня В память о героях, среди которых было немало словацких партизан, что отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом И причем к плечу сражались с воинами Красной Армии Сегодня у нас есть 8 человек В Словакии у нас встречают через 50-60 мотоциклов и 50 машин И пойдем в город В городах уже много людей, которые нас хотят встречать В Словакии от частицы вечного огня байкеры зажгут 268 лампад Их доставят в памятные места по всей стране В том числе Братиславу, Зволин, Свидник, Банско-Быстрису и другие населенные пункты Места, где в годы Второй мировой шли ожесточенные бои И которые освобождали бойцы Красной Армии Надеемся, что такие события будут не одни И что частица вечного огня от могилы неизвестного солдата поедет не только в Словакию Но и в другие страны, там где жива память о тех, кто ценой своей жизни принес нам мир, в котором мы сейчас живем Церемония переноса частицы вечного огня стала уже традицией Впервые священный огонь от могилы неизвестного солдата зажгли за пределами Российской Федерации в сентябре 2019-го То мероприятие было приурочено к 80-летию начала Второй мировой войны При непосредственном участии Российского исторического общества, посольства России в Словении, Министерстве иностранных дел Частицу священного пламени бортом Минобороны торжественно доставили в Любляну И зажгли в мемориальном парке Жале А впоследствии, несмотря на сложности, связанные с пандемией Вечный огонь был также зажжен в столице Сербии При участии президента страны и министра иностранных дел России Как вы помните, в прошлом году Вечный огонь был открыт в Белграде Патриотический настрой у нас в России и у наших друзей за рубежом Он достаточно высок, и мы должны активно эту ситуацию использовать, развивать, закреплять И передавать традиции молодому подрастающему поколению Нынешняя церемония переноса Вечного огня стала особенной Впервые в дороге колбис частицы священного пламени предстоит пробыть несколько дней Кортеж мотоциклистов на всякий случай будут сопровождать машины с резервным огнем Сожжение частиц Вечного огня в Словакии – жест глубоко символический Это знак благодарности и уважения тысячам солдат и офицеров Красной Армии, павшим на Словацкой земле Служба информации Фонда История Отечества